Книга «Открытым оком», том 14, тема «Пища», вопрос 2857. «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сразу видно, что вопрос задал круто православный человек, который не знает, что посты есть, полное воздержание от пищи и от питья. Мы-то фактически не постимся, а только меню мясное меняем на растительную пищу». Слово «голодание» и есть «голод», и он всегда рассматривался в Библии как наказание Божие. Голодание – это новый термин, новое понятие обожравшихся тварей. 1 Маковейская, 6, 54. «И осталось присветилище немного мужей, ибо одолел их голод, и разошлись каждое свое место». 3 Ездры, 15, 5. «Вот, я наведу, говорит Господь, на круг земной бедствия. Меч и голод, и смерть, и пагубу». 3 Ездры, 15, 49. «Зато, говорит Бог, пошлю на тебя бедствия, вдовство, нищету, и голод, и меч, и язву, чтобы опустошить дамы твои насилием и смертью». 3 Ездры, 16, 23. «От голода погибнут очень многие жители земли, а прочие, которые перенесут голод, падут от меча». Слово «голод» встречается в Библии 164 раза. «И всегда только в смысле наказания. Пост же есть добровольное смирение перед Владыкой и Иеговой. Голод же всегда вынужденный, и потому их не нужно путать между собой. Добровольно пост – дело спасительное. Голод недобровольное и служит для погибели. Отказ от пищи – полный и длительный, и есть пост. Дьявол специально подменяет понятие, чтобы не быть уязвляемым от поста и молитвы». Матфея 17, 21. «Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Вместо молитвы голодание изобрело клизму для прочистки кишечника и особенно прямой кишки». Сирахова 39, 36. «Огонь и град, голод и смерть – все это создано для отмщения». Тавита 4, 13. «От гордости погибель и великое неустройство, а от непотребства – оскудения и разорения. Непотребство есть мать голода». Лука 15, 17. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлеба, а я умираю от голода». Деяние 10, 10. «И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление. Голодание недобровольное и неспасительное для неверующих». 1 Коринфянам 4, 11. «Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся». Всегда старайтесь получить совет от духовника, духовного человека, будь то священник или наставник. Святые советуют ежедневно, но скудно вкушать, нежели иметь многодневные на рекорд посты. «Можно и желательно и вне поста поститься по нужде, только не в субботу и в воскресенье». Апостол 64, 69 правило. Гангрский 18 правило. Петр Алексий 15 правило. «Обязателен только великий пост среды и пятницы и суббота перед Пасхой». Полезно пробежаться босиком. В жару и в дождь особая пикантность. Через подошву к темечку трезвон, когда за что-то пальцем спотыкаюсь. «Толкуют про особое лечение, надавливание точек, особых на подошве, так в жизни обстоятельства и их пересечения, сиюминутное, но в лобовую с прошлым. Переживание точечных ударов, что спроецировал Господь и бьет по крыше. Холодный пот в воспоминаниях старых. И наточили только искры брызжут. Какой бы был без разных наваждений, без искушений и переживаний. Боролся не с врагом, а с собственной тенью. Привычное и вкусное жевал бы. Но Иисус меня переливал. Из бочки общей в частные сосуды. Приятно вспомнить про девятый вал, как выброшен был непонятным чудом. Крепчало и закаливалось тело. Загаром черным обжигало ноги. Нет места от подошвы, малость цела. Никто не назовет меня убогим. Испытанное золото в огне. Но во сто крат ценнее опыт жизни. Легко тушу обиду, зависть, гнев. От прошлого меня нет прежнего с мизинец. Полезно в непогоду не роптать. Приемля данное и с самоукорением. Уют отшельника, молчальника, крота Переродились в ласточки паренья. Мне выпало, и долю не кляну. Изыскивая пользу от трясенья, Упрямому ослу полезен крепкий кнут. Плуг прорезает боль. Рассеиваю семя. 12 ноября 2005 год. Игла.